Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. С января минус 219 тысяч человек. С такой скоростью, по данным счетной палаты, сокращается население России. Вымирание возобновилось 4 года назад и не думает замедляться. Масштабы плохо видны из-за миграции, которая компенсирует смертность на 76%. Прогноз Минэкономики, к 2024-му все наладится. Володитесь, умножайтесь. Примерно к этому же времени корпорация Росатом намерена создать квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей. Половину денег возьмут из бюджета. По всей видимости, такое заявление – ответ на серию публикаций в западной прессе о прорыве Google в испытаниях квантовых процессоров. Они превосходят все суперкомпьютеры в мощности и обеспечат стране-производителю тотальное превосходство в информационных технологиях. Мелкие и средние предприниматели в России видят все меньше смысла в том, чем занимаются. Индекс деловой активности этой сферы упал до 50,9%, что почти соответствует стагнации. Цифры выводят и запросы руководителей компании обновляют раз в квартал. Еще один индикатор состояния экономики продолжает снижение автомобильный рынок. В октябре продажи «Лады» самой доступной и популярной марки упали на 5,5% к октябрю прошлого года. МВД создает инструменты для ареста и конфискации криптовалют. Каким образом, пока не ясно. Сначала надо признать биткоины товаром или деньгами. Впрочем, Верховный суд уже назвал криптовалюту способом отмывания денег. А суд Конституционный вдруг взял, да и опечалил чиновников-охранителей. Они больше не смогут запрещать митинги у зданий государственной власти, ссылаясь на транспортные помехи и затруднения доступа к объектам социальной инфраструктуры. Пока это самый распространенный повод для отказа в выдаче разрешений на акции протеста. Украинское двигателестроение будет не китайским, а американским. Основатель ЧВК Blackwater Принц, приятель Трампа, ведет переговоры с администрацией Зеленского о приобретении холдинга «Мотор Сич», одного из крупнейших в мире производителей авиадвигателей. После разрыва связей с Россией «Мотор Сич» дрейфовал в сторону китайских заказчиков. «Скайрайзен Эйркрафт» и «Синвей Групп» подали заявку на контрольный пакет, но поднялся шум и в Киев прилетал болтон. Сегодня с сайта «Мотор Сич» уже полностью удалены упоминания о советском периоде его истории. С 30-х годов Запорожский моторостроительный завод имени Баранова входил в Минавиапром СССР. Между тем, Китай официально объявила о начале работы над сетями поколения 6G. Замминистра науки Ван Си рассказал, что делаются первые шаги, но технология очень важна. Ей занимаются два специально созданных коллектива. Один из чиновников, другой из ученых 37 университетов. На этой неделе в Китае силами трех госкомпаний China Mobile, China Telecom и China Unicom запущена крупнейшая в мире сеть 5G в один день в 50 городах. Минкомсвязи России на этой неделе урезала расходы на внедрение аналогичных технологий в 4 раза. С триллиона до 244 миллиардов. В Ливии нет российских наемников, утверждает замглавы МИДа Рябков. Американские СМИ распространяют небылицы и домыслы, злонамеренные слухи и измышления. Россия заинтересована в скорейшем мирном урегулировании в Ливии. Мы безоговорочно осудили действия руководства Ливии и руководителя Ливийской революции в отношении собственного народа. Россия поддержала резолюцию Совета Безопасности 1970 и пропустила резолюцию 1973. Именно в целях защиты населения и недопущения эскалации конфликта. Ранее New York Times написала о прибытии в Ливию 200 сотрудников частных военных компаний из России. После паспортного скандала на Кипре девять богатых выходцев из России перестанут быть гражданами этой страны, сообщает газета Cyprus Times. Имена не разглашаются, ранее выяснилось, что паспорта продавались направо и налево, а поручителем порой выступала местная церковь. Котировки на американских биржах продолжают бить рекорды, а МВФ продолжает публиковать мрачные прогнозы о синхронном снижении экономики большинства государств. Так, Евросоюзу на днях обещан рост уже не в 2,3, а в 1,4%. Немецкий совет экспертов только что отправил в Бундестаг прогноз 0,5% в этом году и 0,9% в следующем. Ассанш умудрился передать на волю записку с призывом к рабочим вести профсоюзную борьбу. Ранее власти Великобритании полностью ограничили общение основателей Викиликс с внешним миром. Клочок бумаги адресован поддерживающей узника француженки. Дословная цитата «Как вы можете бороться за мою свободу? Используйте свои навыки, друзей, связи, ресурсы. Если вы медсестра, создавайте фракцию в профсоюзе и воздействуйте на профсоюз». Вслед за Эквадором, Чили и Боливией нестабильность вновь охватывает Бразилию. Самый влиятельный в стране телеканал «Глоба», принадлежащий одной из олигархических семей, выпустил репортаж, намекающий на прямую причастность президента Болсонару к прошлогодней расправе над Франко, социалисткой и правозащитницей, депутатом муниципального совета Рио-де-Жанейро. Каналя, нам сон патриотас, нам тенсу на Бразилу! В ответ Болсонару объявил, что внешние силы готовят в Бразилии переворот, а его сын, возглавляющий в парламенте комитет по международным делам, предупредил, если чилийская волна накроет Бразилию, то история повторится, и военные введут чрезвычайное положение, как в 68-м. После убийства в Мексике девяти американцев, в том числе шестерых детей, Трамп заявил о готовности отправить в эту страну войска, чтобы помочь президенту Абрадору стереть с лица земли наркокартели. Тот ответил, что пока не надо, сами, мол, справляемся, но Мексика до сих пор в шоке от того, как наркомафия отбила у полиции военных сына лидера наркокартеля Эль Чапо. Генералы возмущаются и намекают на пуч для обуздания левацких настроений, разжигающих, по их мнению, социальную рознь. Абрадор отвечает в Твиттере, в Мексике не будет Пиночета, Гитлера и Франко, при этом к военным он обращается «люди в форме», ровно так, как это делал Альенда перед пучем 1973 года. На границе уже находятся 5000 американских солдат.